Уважаемые коллеги, наверное, надо начинать. У нас начало в 17.30 запланировано. Борис Тодорович, вы что-то такое общее хотите сказать вначале по поводу семинара, вообще как бы задумки? Саша, я два слова скажу, но сначала, я думаю, вы уж скажите, как организатор этого всего. Ну, хорошо. Значит, вообще, на самом деле, вот идея такого семинара, она родилась вот не только что. Мы обсуждали ее с Борисом Тодоровичем, пою Савруну, года два назад, может быть, год назад. В общем, это как бы такая вещь, которую мы вынашивали довольно давно. Ну, вот, наконец, благодаря такому стечению обстоятельств, хотя слово «благодаря», наверное, здесь не очень уместно, возник вот такой формат. Надо сказать, что мы позаимствовали этот формат у наших западных коллег, потому что по всему миру сейчас чрезвычайно популярны вот такие вот семинары. У каждого института MIT, там, Стэнфорда есть такие семинары по разным разделам, есть общие мировые семинары, например, по оптимизации, по отдельным разделам оптимизации. Ну, и вот было решено, это, собственно, было предложено Борисом Тодоровичем, попробовать сделать что-то такое свое, а отличительной особенностью семинара будет то, что вот он на русском языке, но не только это, конечно, такого объединительного семинара, где будут обсуждаться актуальные темы, ну, прежде всего, в области численных методов оптимизации. В частности, вот первый доклад — это одно из тех направлений, которые мы хотели, чтобы довольно сильно было представлено на этом семинаре. Ну, вот грубо, можно, наверное, так его характеризовать — это возможность решать задачи невыпуклой оптимизации средствами или, как бы, исходя из идей, выпуклой оптимизации. Наверное, это очень грубо, но, в общем, в каких случаях невыпуклые задачи можно решать? Давайте по-другому сформулирую. Также хотелось бы, наверное, в самом начале отметить некоторые другие темы, которые, в общем-то, планируются представить в ближайших семинарах. Вот в следующую среду будет Константин Вячеславович Воронцов, я надеюсь, он тоже здесь, и у него будет рассказ о стыке оптимизации и анализа данных. Это сейчас очень популярное направление, и Константин Вячеславович попробует рассказать о том, что большинство постановок задач в машинном обучении, на самом деле, они все имеют очень общую оптимизационную природу. Вот. Следующий раз, через раз, то есть, получается, 10 июня, будет Анжелия Недич с рассказом о распределенной оптимизации, о современных метрах распределенной оптимизации. Потом будет доклад по двум темам от Дмитрия Ветрова про диплёнинг и оптимизацию, и вообще говоря, в чем специфика задач глубокого обучения с точки зрения оптимизации, условно, что такое рельеф типичной глубокой нейронной сети, но тоже я очень грубо это все говорю. И доклад Антона Радаманова, это соавтор, ученик Юрия Евгеньевича Нестерова, и, собственно, в свое время был учеником Кропотова-Ветрова. На тему LBFGS, это квазиньютоновские методы, за долгое время существования этих методов, недавно были получены оценки достаточно точной глобальной сходимости, окрестности сверхлинейной скорости сходимости, тоже кажется, что это очень будет интересно. Я не случайно решил начать с того, что кратко анонсировать какие-то темы ближайших выступлений, что, в принципе, было понятно, куда планируется, значит, идти. Вот, то есть планируется делать, с одной стороны, что-то, доклад на какие-то актуальные темы, что сейчас популярно, а с другой стороны, делать доклады таким образом, чтобы там была хорошая научная составляющая математическая. Вот, ну, как это пойдет, посмотрим. Вот. Ну, и надеюсь, что, в общем, все будет удачно, и семинар будет иметь долгую и счастливую жизнь. Борис Тадорович, ну, наверное, настал момент, когда надо вам слово передать. Хорошо, спасибо. Ну, я очень рад, что возник этот семинар. Действительно, о нем давно думалось как-то, и он был нужен явным образом, чтобы объединить людей из самых разных городов и разных стран, одинаково говорящих по-русски. И я очень рад, что вот этот семинар ведет такая молодая команда энтузиастов и специалистов в образе оптимизации в углове с Александром Владимировичем Гасниковым. Так что, все здорово. И, конечно, я признателен, что вот мне выпала честь, так сказать, открыть этот семинар. Теперь, ну, тема семинара здесь написана. Что эти слова значат, я по ходу дела объясню. Ну, прежде всего, вот мой соавтор, соавтор Ильяс Фадхулин, он студент четвертого курса физтеха. Ну, мы с ним давно работаем, он здесь среди присутствует, и можно и ему вопросы задавать. И теперь по существу. Почему я, собственно, решил рассказывать про такую задачу? Потому что, во-первых, это не совсем, это не чистая оптимизация, это связь задач управления и оптимизации. Ну, как бы, науки довольно развивались, довольно независимо. В начале 60-х годов, когда возникло оптимальное управление, стало понятно, что это тоже вот такая специфическая задача оптимизации. Но там в качестве, как бы, независимой переменной рассматривалось управление, программное управление, УАТ-Т. И, ну, вот возникала такая бесконечная, бесконечная мерная задача оптимизации, про которую, ну, например, там был развит для этого случая градиентный метод. То, что я буду рассказывать, это немножко иной подход. Это тоже задача оптимального управления, но управление ищется не в форме программного управления, а в форме обратной связи. Теперь, почему эта задача, мне кажется, любопытной, потому что сейчас очень большой интерес к невыпуклым задачам. И эти невыпуклые задачи возникают в большом количестве, но просто стало ясно, что, в общем, прекрасная теория выпуклой оптимизации не все охватывает, что есть много реальных задач, которые выходят за рамки выпуклой оптимизации, и с ними тоже как-то нужно работать. Ну, большинство этих задач относилось к машинному обучению. О них будет еще идти речь на следующих заседаниях семинара. А вот эта задача немножко особняком стоит. Она, оказывается, тоже не вытоплая, но вполне как бы с ней можно иметь дело. Теперь, с точки зрения конкретно оптимизационных методов, эта задача сама нестандартная, потому что, например, в ней функция имеет некую область определения и уходит в бесконечность на границе этой области. И поэтому тут приходится применять нестандартные, так сказать, алгоритмы, и о них будет идти речь тоже. Ну и, наконец, эта задача, она отнюдь не завершена еще. Тут много близких задач, ее обобщение и продолжение, и мне хотелось бы привлечь к ним интерес. Хорошо. Теперь за основу здесь берется знаменитая задача о линейно-квадратичном регуляторе. Ну, для людей из управления это просто, так сказать, одна из краеугольных задач теории управления. Значит, она заключается в том, что есть линейная система, х – это состояние системы, у – управление, заданное начальное. Все, тогда я вот показал своего соавтора уже там, сказал, я не знаю, было ли меня слышно? Слышно было, а вот… Ну, да. Вот те особенности этой задачи, о которых я говорил, и теперь по существу. Значит, вот задача о линейно-квадратичном регуляторе, такая классическая задача, хорошо известная. она заключается в том, что нам нужно систему из ненулевого положения перевести в ноль, так, чтобы при этом средне-квадратичное отклонение траектории было минимально и ценой не слишком большого управления. Потому что, конечно, если мы берем большие управления, у АТЭК, то, что мы выбираем, то мы можем это очень быстро сделать, а вот это плата за наше управление. Для процедуры мы будем предполагать, что эти матрицы Q и R положительно определенные, матрицы A и B постоянные. Значит, это простейшая задача, стационарная такая, в которой ничто не меняется во времени. Теперь, ее решение было получено давным-давно, ну вот, в основном Калманом, и оно заключается в том, что решение имеет вид не просто какое-то U как функция АТЭ, программное управление, а что оно может быть выбрано как линейная функция АТЭКСА. И это очень привлекательно для управления, вообще для всех практиков, потому что никто управление заранее на весь период не выбирает, а всегда, потому что есть неопределенности, есть возмущение, а построить управление в форме обратной связи, то есть в зависимости от того, в какой точке мы находимся, выбирать управление, это очень привлекательно. Причем, оказывается, что вот для этой конкретной задачи матрица Q просто может быть выбрана постоянно. Это и есть решение той задачи оптимального управления на первом слайде. Теперь явный вид этой матрицы, он следующий. Она линейно зависит от этой матрицы X, квадратной матрицы, которая в свою очередь является решением уравнения Риккати, которое здесь написано. И Калман же доказал, что при условии, что пара А и Б управляемая, то есть, что с помощью управления мы можем из любой точки попасть в любую точку, это уравнение Риккати действительно имеет положительно определенное решение, и вот это и есть оптимальный регулятор. Хорошо. Теперь, значит, подставивши управление форме К от X, мы получаем уже просто линейное по X уравнение. В форме этой есть такая замкнутая система, замкнутая вот эта обратная система. в решениях этой системы выбором матрицы К минимизировать вот этот интеграл. Вот, собственно, мы поставили теперь задачу немножко по-другому. Но если раньше говорилось, что мы ищем управление в форме программного управления, теперь мы говорим, что мы ищем управление в форме линейной обратной связи и пришли к тому, что нам нужно выбрать вот такой матричной задачей оптимизации, нам нужно выбрать матрицу К, чтобы минимизировать этот квадратичный функционал. Это пока не очень удобно, но тут у нас есть несколько удобных технических аппаратов. Прежде всего, мы будем многократно пользоваться Лемой Липунова, что для того, чтобы вот такое матричное уравнение, здесь переменной является матрица П квадратная, симметричная, чтобы оно имело положительно определенное решение, при положительно определенном же необходимое достаточно, чтобы матрица А была, я буду говорить, устойчивой, гурвицей, то есть чтобы все ее собственные значения лежали строго в левой полу плоскости. Это первое, так сказать, важное средство. Второе – это Лемма Беллмана, которая говорит, что если у нас есть линейная система и есть вот такой квадратичный функционал от нуля до бесконечности на решениях этой системы, то его значение просто явно выписывается, не нужно вычислять никаких интегралов, а оно явно выписывается вот в таком виде, где вот эта матрица X, X большая, положительно определенная, является решением как раз такого Липуновского уравнения. Это значит второе. И третья небольшая техническая, так сказать, вещь, что тут для каждого начального состояния у нас будет вообще свое там решение, чтобы избавиться от этой зависимости, предполагаю, это стандартное довольно предположение, что начальные условия, они, ну, например, что они случайно и со средним ноль и их матрица ковыряться и задана. Ну, попросту, что они там, например, из единичного шарика. Вот это, так сказать, технические средства, которые мы будем использовать. Теперь еще одна задача, очень важная и уже заметно более трудная, чем предыдущая. Значит, смотрите, мы говорили, что у нас управление в форме линейной обратной связи по состоянию, то есть нам X известен. Ну, в подавляющем большинстве реальных задач у нас состояние системы полностью неизвестно, а есть лишь некоторые линейные выходы, которые имеют вот такую форму, где C постоянно, какая-то матрица. И нам, мы можем использовать для управления только вот этот выход игрок. А существует много способов, как управлять в этом случае. Ну, вот попробуем простейший, возьмем обратную связь по состоянию, то есть по выходу. То есть мы будем искать решение вот в таком же виде, но тут стоит уже Y, а не X. Это тогда возникает довольно сложный и до сих пор нерешенный вопрос вообще, в каких случаях такое управление существует. То есть ведь нам нужно, чтобы матрица замкнутой системы стала устойчивой. Когда вот такая вот матрица будет устойчивой, когда можно найти матрицу так, чтобы вот эта матрица была устойчивой. Эта проблема до сих пор полностью не решена, но она нас не будет интересовать. Мы будем предполагать, что у нас уже есть какая-то вот такая стабилизирующая по выходу обратная связь, и мы хотим ее оптимизировать. То есть вот среди всех стабилизирующих управлений мы хотим выбрать того, для которого вот тот функционал минимален. Итак, мы пришли вот к какой задаче уже, где никаких дифференциальных уравнений нет. Значит, задача такая. У нас есть вот такое равенство. Нам нужно выбрать K, так, чтобы то X, которое является решением вот этого уравнения, при фиксированном K, а для него вот эта величина была бы минимальной. Но прежде всего, значит, мы предполагаем, что вот эта матрица должна быть устойчивой. То есть, и тогда вот по Леме-Лепунова той X, которая является решением вот этого уравнения, является положительно определенным, и для него действительно вот эта величина положительная, и мы ее хотим минимизировать. Вот теперь мы просто пришли вот к такой матричной задачи оптимизации. Независимой переменной у нас является матрица K. Она прямоугольная, вообще говоря. нам нужно ее выбрать так, чтобы с одной стороны вот эта матрица стала гуровицовой, а с другой стороны, чтобы минимизировать вот эту величину. И мы будем различать два случая, когда у нас управление по состоянию, когда вот эта матрица С единичная, и управление по выходу, когда она, вообще говоря, не единичная. Вот наша задача. Теперь, ну, прежде всего, она непривычного вида, эта задача, поэтому прежде всего давайте посмотрим на примеры, как выглядят эти функции и что здесь происходит. Вот самый простой случай, когда у нас все одномерное, х, у и к скаляр получается, и тогда там это уравнение явно решается, и мы видим, что функция наша вот так увидела. Значит, то есть она, она определена для всех неотрицательных K, для всех положительных K, и вот имеет вот такой вид. Она быстро растет на границе, и здесь она тоже уходит в бесконечность, как линейная функция. То есть вполне себе нестандартная такая функция для минимизации. Теперь вторая неприятность, с которой мы сразу же сталкиваемся, что область ее определения, вообще говоря, может быть невыпуклой. Область определения, я уже говорил, это та область, где матрица А-DKC является гордоцовой. Так вот, даже для простейшего случая управления по состоянию, вот простой пример скалярного управления, трехмерного состояния, когда эта область оказывается невыпуклой. Ну и другой такой же пример, тоже управления по состоянию, это область определения невыпуклой. Ну, я должен сказать, что здесь на самом деле четырехмерная должна быть картина, потому что вот К здесь матрица, вот в этом, скажем, примере, два на два в ней, четыре элемента, это некоторое двумерное сечение, чтобы показать невыпуклость этой области. Теперь, следующая неприятность, которую мы видим, она для случая, когда у нас управление по выходу. Вот самый простой пример. Оказывается, что просто область определения функции, она не связанная. Здесь она состоит из двух компонентов связанности в каждой из них, так сказать, функция устроена как выпуклой, хотя тоже вот такая, резкий рост на границах, но сама область определения не связанная. И, наконец, еще пример такого же типа, когда она как раз здесь связанная, но у нее есть локальные минимумы. Это одномерное сечение там. То есть функция отнюдь не такая уж хорошая. Теперь, тем не менее, давайте первым делом действительно попробуем что-то доказать про свойства и области. Значит, я напоминаю, что S – это область определения, F – это наша функция. Это означает управление по состоянию. Значит, для задачи управления, значит, первое утверждение, что для задачи управления по состоянию и множество, все множество S и множество уровня, любого уровня, вообще в этих задачах очень хорошо известны. Значит, делается некая замена переменных, которая вот в новых переменных делает задачу выпуклой. Ну, и вообще вот есть масса способов решения задач управления по состоянию, которые совсем другого типа и которые основываются на том, как раз, что задачу можно перевести в выпуклую, в других переменных. но нам вот такой подход будет для нас неинтересен, потому что мы хотим работать в исходных переменах. Почему? Я потом объясню, потому что много есть поле общих задач, которые вот такой замены не поддаются. Ну, вот так, если делать такую замену, то там получается, что область определения там выпуклая, а вот это нелинейное отображение, непрерывное отображение выпуклой области, оно связано, поэтому вот эти множество связано. Хорошо. Теперь следующий факт. Вот мы видим на примере, что функция растет при приближении к границе и на бесконечности. Ну, вот это, оказывается, это общий факт. И это уже не только для управления по состоянию, а для управления по выходу тоже. Ну, естественно, я доказательств не буду рассказывать. Они здесь, как правило, они здесь, в общем, довольно громоздкие, просто основаны на всяких оценках решений уровней Ляканова, но с другой стороны, они не такие уж трудные. Теперь следующий факт, что вот сама область определения, вообще говоря, она может быть неограничена на примерах вы видели, но множество уровней у нее всегда ограничено. Ну, это именно следует из того, что функция растет и на бесконечности, и при приближении к границе. Теперь следующий факт, очень важный, что функция дифференцируемая, и вот ее явный градиент, значит, как он находится. Вот у нас точка К задана, матрица К. Решим тогда одно уравнение Ляканова, вот такое, и другое. Ну, видите, здесь просто переставлено, тут сначала А транспонировано на Х, а тут просто А на И. Это, так называемое, сопряженное уравнение Ляпунова. Вот одно дает решение одного из них это И, это Решение другого И. Вот через эти И и И известные матрицы К нам задано, ВС там она задана, мы вычисляем градиент в точке К. Ну, и из того, что мы уже говорили, что градиент может обратиться в нуль только он не может на границе области обратиться, потому что функция там растет, поэтому значит когда мы получаем независимое доказательство, что точка минимума в этой задаче существует, градиент не равен нулю, ну и если говорить про управление по состоянию, мы отсюда из равенства градиента нулю перейдем к уравнению река. хорошо. Теперь следующий факт, что эта функция даже дважды дифференцируема, но поскольку так сказать, что такое вторая производная по матрице довольно громоздко, мы берем просто вот, мы берем некоторую матрицу Е, мы смотрим действия вот этой второй производной на Е, два раза на Е, квадратичная форма так сказать, вот с этими Е, вот она выписывается таким образом, хорошо, и собственно последнее и очень важное, что естественно эта функция не может быть гладкой, но сейчас говорят обычно, что функция гладкая, если у нее функция л гладкая, если у нее градиент удовлетворяет условия Ликшинса с константой л, но если функция растет на бесконечности у границы, то естественно она не может удовлетворять такому условию, но вот оказывается, но она является на всяком множестве уровня, она является вот такой гладкой, где эта константа зависит того уровня, который мы берем когда определяем эту линию уровня. И вообще говоря, это растет при приближении границ. Ну вот в таком примере вот видите, здесь вторая производная растет как единица на кавкубе, то есть очень быстро. а вторая производственная это и есть величина этой константы. Хорошо. И ну вот самое главное свойство, которое здесь оказалось совершенно неожиданным, это так называемое свойство градиентного доминирования. Его еще называют свойством Лежанского Поля Калоисеевича. Потому что удивительным образом вот три этих автора в 1963 году рассмотрели функции, которые удовлетворяют этому свойству. С разными целями вообще. Я ее рассматривал как вот такое условие, которое гарантирует сходимость градиентного метода длиннивых функций. Значит, это условие заключается вот в такой оценке. Что оно означает? Что если градиент мал, то функция близка к своему минимальному значению. А я такие функции не обязательно выпуклые, ну вот всякая там, скажем, сильно выпуклая функция такому условию за этом удовлетворяет, но и невыпуклые функции этому условию удовлетворяют. И вот мы видели, ну, вот, скажем, в этих примерах наша функция, она, поскольку у нее область определения не выпукла, сама-то она заведомо тоже не выпукла, но тем не менее вот это условие выполняется. И это, правда, только для управления по состоянию не по выходу. И второй важный факт, что в окрестности, значит, что это и функция существует, минимум, как мы уже говорили, и в окрестности этого минимума функция является сильно выпуклой. Вот, я еще раз говорю, что это довольно так сказать здесь утомительные выкладки, но вполне так сказать можно их провести. Все, теперь мы вооружены так сказать для того, чтобы рассматривать методы. Ну, самый, как бы, так сказать, метод идейно самый простой, это просто непрерывный градиентный метод. У нас эволюция вот этой матрицы как описывается вот этим дифференциальным уравнением. Градиент мы умеем умеем но бывает наша функция поэтому мы остаемся в области определения нашей функции и таким образом ну и легко доказывается значит что вообще и для управления по состоянию и для управления по выходу у нас градиент стремится к нулю а для управления по состоянию у нас есть сходимость самих этих матриц к единственному оптимальному решению которое дается уравнением Рикайте ну конечно это в общем скорее такая умозрительная теорема потому что для вычисления градиента нам нужно решать уравнение Липунова то есть нам как бы в непрерывном времени нужно решать все время меняющиеся уравнения Липунова ну поэтому естественно рассматривают градиентный метод уже дискретный и вот у него стандартная форма мы начинаем с К нулю вову которая принадлежит нашей области определения и теперь значит здесь такой вот по сравнению со стандартной ситуации нам нужно только принимать некоторые меры предосторожности во-первых нам нужно не выйти если мы вдруг сделаем большой шаг то у нас просто функция наша не будет определена и мы выйдем из области определения во-вторых нам нужно обязательно требовать монотонности иначе мы не можем там гарантировать что у нас также конструкция останется ну и более жестко мы здесь не только монотонность но условия типа армихо я здесь не выписываю явно алгоритм а он в общем содержательно вполне описан вот этими условиями но главное что действительно вот те теоремы которые у нас были они позволяют утверждать что вот такой естественный алгоритм который удовлетворяет этим условиям он будет сходиться в нем не будет какого-то там бесконечного дробления длин шагов поскольку у нас есть условия эль гладкости на линиях уровня на множество уровня и поэтому значит у нас будет градиент стремиться к нулю и более того значит если у нас управление по состоянию то такой метод будет просто сходиться к оптимальному регулятору со скоростью геометрической прогрессии это следует из этого условия градиентного доминирования и из старых еще результатов вот в моей статье про градиентный метод с этими условиями все теперь конечно этот метод не очень хороший потому что я уже говорил что константа липшица там может быть очень далека шаг у нас там маленький и поэтому если мы так сказать вот выберем какую-то длину шага чтобы она годилась для всех точек то шаг будет слишком маленький исходимость будет вот давайте вот какой своеобразный метод напишем значит мы берем градиентный теперь мы просто говорим про абстрактную задачу минимизации гладкой функции мы берем градиентный метод которым длина шага вот определяется таким образом конечно это немножко странно что мы используем такую вторую производную но вот как раз в этой задаче получается что ну мы не можем применить метод ньютона потому что мы вот это некий тензор там его обращать это вещь довольно трудная а вот такую квадратичную форму мы можем вычислять для этого я уже говорил там нужно просто дополнительно решить еще одно уравнение Ляпунова поэтому вот вот такой выбор длины шага он вполне разумен в наших условиях теперь что это такое ну вот если мы рассмотрим просто функцию одной переменной вот f как функцию от длины шага гамма то вот этот метод мне трудно сообразить это просто метод один шаг метода ньютона вот для минимизации этой одномерной функции начинающейся источки гамма равной 0 для квадратичной функции это просто метод скорейшего спуска где мы по направлению идем до минимума чем он хорош метод что он в нем не используется знание никаких констант не сильной выпуклости или там градиентного доминирования константы гладкости поэтому значит вот для выпуклого случая вот можно обосновать вопрос восходимости значит но тут нужно еще только гладкость второй производной и тогда получается что для хорошего начального приближения тогда когда вот эта величина если эта величина мала то дельки становятся положительные и тогда получаем сходимость со скоростью геометрической прогрессии с нужным знаменателем а если борис теодорович извините что перебиваю появился вопрос да сейчас павел сейчас я все павел можете включить микрофон задать вопрос на 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 выбор длины шага использовать и градиенты и вторую производную для чего надо решать на штрих равнение рекуновых да стало быть трудоемкость каждого метода каждого шага все-таки большая и наверное больше чем если просто решать равнение река это принципиальный вопрос я потом вообще зачем все это нужно было почему нам просто не решить уравнение река я потом хотел как раз это обсудить потому действительно этот метод ну он не слишком трудоемкий он почти тут хотя вторая производная фигурирует но тем не менее его трудоемкость почти такая же как просто градиентного метода там надо два уравнения Ляпунова решать здесь три ну и ничего хорошо теперь значит говорю этот метод можно обосновать и а можно его более так сказать продвинутый вариант где введено демпфирование и тогда этот метод будет глобально сходиться значит поэтому этот метод довольно удобнее теперь с другой стороны он довольно разумный как раз вот не для не в районе сильной выпуклости функции а там где функция быстро растет но вот ревиальный пример вот нашей одномерной функции если мы из какой-то начальной точки которая очень мала и положительная сделаем шаг то следующий шаг будет примерно вот такой то есть мы довольно быстро начнем отодвигаться вот границы поэтому он разумен вот теперь еще одна еще один нюанс значит это была речь о чисто градиентном методе тем или иным способом выбора длины шага теперь если мы хотим ускоренные какие-то методы но здесь естественнее всего взять метод сопряженных градиентов и вот удивительным образом тоже его можно модифицировать значит в методе сопряженных градиентов там ведь вот что делается там берется направление движения которое есть линейная комбинация градиента предыдущего направления движения и по этому направлению делается шаг до минимума так вот мы сделаем шаг не до минимума а приближенно до минимума вот ровно с помощью этого же способа выбора длины шага вот ну а как выбирать бета метки сопряженных градиентов хорошо известны там есть разные варианты это не правление там только градиенты нужны хорошо вот теперь вот результаты вычислений значит смотрите это задача размерности 50 то есть состояние размерности 50 управление размерности 10 то есть это управление по состоянию значит то есть у нас матрица к это 10 на 50 там и вот три варианта метода один градиентный так сказать где более-менее постоянная берется длина шага градиентный метод вот с использованием второй производной и метод сопряженных градиент ну что тут приятно значит да и теперь как строились эти примеры они строились просто для случайных матриц и причем в качестве матрицы А бралась устойчивая матрица значит случайная устойчивая матрица поэтому при нулевом К она уже в области нулевое К это стабилизирующий регулятор поэтому значит у нас есть с чего начинать этот процесс ну что тут приятно что в общем все-таки задача управления размерностью 50 она не такая маленькая но видите вот 250 или 150 операция она решается с очень высокой точностью так теперь что по этому поводу было известно ну вот во-первых вот совсем недавно появились две работы вот этих авторов которые делают то же самое для дискретной задачи значит я рассматривал задачу непрерывную задачу управления x точкой равняется ax а они рассматривают дискретную задачу x и наконец вот статья которая наиболее близка к тому что я рассказывал вот этих авторов изменить извините что перебью тут еще появился вопрос от константина мишенко да константин пожалуйста да я так понимаю это ссылки на статьи задачи как раз вот этого регулятора мне было очень интересно из какой статьи вот шаги которые вы приводили с гисяном знаменательно не из какой это наше появится потом нет ну в общем это просто в нашей статье предложена такая процедура и я думаю вообще что в принципе такой метод должен был бы быть известен но я пытался его найти и мне это не удалось хотя он очень простой и очень естественный вообще в общей ситуации метод в котором не нужно знать никаких констант не сильной выпуклости не гладкости но ценой вычисления вот этой квадратической формы вот есть такие специфические задачи где это делается задешево ну вот я говорю я не нашел такой такой работы и если кто-то укажет я уверен что они должны быть ну не знаю теперь вот все-таки возвращаясь значит к литературе я сказал вот эти две статьи это продискретная задача управления вот эта статья наиболее близкая к нашей где ровно эта же задача рассматривается и тоже градиентный метод но в чем нюанс значит вся техника там совершенно другая вся техника основана на том что делается вот эта выпуклая замена переменок которую я упоминал и для этой выпуклой все доказательство идет через эту выпуклую как бы замену почему теперь действительно ну да и вот я сейчас скажу почему опять-таки нам это не нравится и вот эта статья о которой наша собственно она выложена в архив совсем недавно и отослана в журнал теперь еще одна прежде чем дальше обсуждать давайте посмотрим на эту задачу совсем с другой точки зрения просто пусть у нас есть задача минимизации при наличии ограничений типа равенса Борис Теодорович еще один вопрос возник у Павла да то есть точно вот на 28 слайде где рисунок ну совсем мелкий вопрос вот этот метод сопряженный градиент с метонским шагом он у вас на первых итерациях не монотонно сходится а вы вроде бы предусматривали меры монотонные ну вот понимаете я же не говорил что вот этот метод обеспечивает эту монотонность мы просто это вот простой градиентный метод когда мы его применяем там нужно насильственно потребует монотонность иначе здесь ну вот мы его применяем то он без монотонности действительно но он не выходит там из области определения вот вот это мы такую проверку предусматриваем но никакие проблем ни шага там не делаем так что тут в общем еще как бы строгое обоснование честно говоря тут я как раз буду говорить что еще хотелось бы сделать и в частности строго обосновать этот метод сопряженных градиентов на начальных операциях не очень понятно а спасибо так теперь вот еще действительно давайте рассмотрим просто задачи с ограничениями типа районс вот если вообще вспомнить как доказывается правило множества Лагранжа но оно доказывается многими способами но один из способов такой что разобьем переменные на две группы и так что из уравнения вот вот этого уравнения при фиксированном втором переменном можно найти однозначно первое переменное тогда мы получаем такое зависит х от у но она вообще говоря не для всех у ну вот там предполагается что вообще для всех при выведе правила множество килограмм теперь теперь подставим это х как функция от у нашу целевую функцию мы получим функцию просто без ограничений выпишем ее градиент это в общем сделать не трудно пользу правилами дифференцирования сложной функции и приравняем производную нулю и вот то что получится это и есть правило множества лагранза ну давайте а можно просто теперь рассматривать и численный метод такого же типа будем предположим что у нас вот это уравнение устроено так что легко найти х как функцию от у как решение вот этого уравнения теперь мы получим вот такую вот функцию и напишем для нее градиентный метод этот метод вот в такой общей форме он называется метод приведенного градиента reduced градиент метод он известен с давних времен вот сейчас работаю вульфа 68 года он широко применяется вообще для решения практических задач но вот что касается его обоснования то там были только локальные результаты но грубо говоря пусть вот и со звездочкой и со звездочкой точка решения этой задачи вот линеризуем там и в общем малой окрестностей мы метод будет сходиться теперь мы же находимся ровно вот в этой ситуации у нас только в качестве игрока вот этого была наша была наша матрица К а в качестве Х было решение там уравнения липунова вот и по сути мы находимся вот ровно в этих рамках этой постановки задачи так что если вот для этой общей задачи доказывать последовательно все те свойства функции которые там есть конференцируемость условия градиентного доминирования и прочее то тем самым мы получим результат отосходимости для такой задачи хорошо теперь довольно много проблем вообще не то что с этим методом все не то но там есть сильная выпуклость есть градиентное доминирование и все-таки как выбирать глобально выбор шага вот в частности тот со вторыми производными можно гарантировать его сходимость глобальную или нет теперь я рассказывал в основном про задачи управления по состоянию а хотя вот все формулы все там часть результатов была относилась к управлению по выходу там просто мы у нас градиент стремится к нулю но более так было бы интересно и счет провести для управления по выходу и какие-то там рекомендации поскольку там функция заведомо мало того что не выступала там вот эта матрица вторых квадратичная форма она может быть отрицательной там в общем свои неприятности возникают и их еще надо исследовать теперь для чего это все может быть нужно если значит истеречь об управлении по состоянию во-первых есть задачи очень большой размерности и они действительно бывают когда уже речь идет о сотнях переменных и там так сказать вот исходная задача у нее есть свойства разреженности и как в этом алгоритме какие-то тоже требования разреженности сохранять это вообще вопрос кроме того вот есть много задач которых в исходной постановке все было стационарным об этом они не менялись во времени но вообще говоря много задач где матрицы меняются во времени и тогда когда мы не можем решить вот с помощью рекати скажем а вот с помощью вот такого градиентного метода мы можем подстраиваться каждый раз адаптироваться делать там несколько шагов градиентным методом и вот в таком онлайн режиме решать решать задачи теперь вот что еще очень важно что тест рассматривал задачи в простейшем виде а есть так называемые структурированные задачи в простейшем случае когда вот эта матрица предлежит некоторому подпространству в пространстве матрицы например что она диагональная или вообще вот очень важная ситуация когда у нас есть задача с управлением другими управлениями там типа пид-регуляторов они вкладываются в такую схему но не совсем вот в такую а это вкладывается как раз вот такую структурированную схему значит вот градиентные методы в случае наличия вот такой структуры как раз они выписываются очень просто но нам просто нужно все время удерживаться на этом пространстве а все другие методы никакой рекател же конечно там не работает и поэтому вот эти более общие задачи для них этот подход является вполне перспективным но и конечно и другие более общие задачи задачи в которых не квадратичные критерии оптимальности задачи с нелинейными системами то что называется модуль предиктов контрол ну и еще один вот просто чтобы уже упомянуть очень важный класс когда значит здесь предполагалось что вообще система нам известна скажем об этом известна а во многих ситуациях у нас этого нет у нас есть некий объект которым мы можем управлять мы хотим им оптимально управлять но нас мы можем только вот например задать туда некоторый регулятор и посмотреть каков будет выход посчитать функцию на выходе но не ее градиент вот то есть как бы тут уже нужны будут методы нулевого порядка и они в общем тоже сейчас о них думают и есть работа на эту тему но еще самое главное вот есть значит несколько работ вот обе работы 17-го года в которых действительно рассматриваются задачи которые там называются относительно гладкими то есть это как раз задачи в которых нет константа липшица такой на всем области определения функции и значит как с ними действовать вот там предлагается некоторая схема как действовать с таким и там в общем основная идея что нужно вводить функцию которую роль функция Брэдмана играет и там на каждом шаге нужно искать минимум вот таких задач в явном виде вот было бы очень интересно применить этот подход к нашей задаче но мы пока с Ильясом пробовали что-то придумать пока нам это не удалось мы были бы признательны за помощь ну вот и все пожалуй и я действительно рассказывал об обратной связи но я буду рад действительно этой самой обратной связи то есть если вы заинтересуясь этими задачами мне что-то предложите сообщите какую-то новую литературу на эту тему или новые соображения мы будем очень рады все спасибо за какой солнце спасибо Борис Теодорович сейчас если есть вопросы участников вы можете поднять руку или писать в чат и я буду смогу разблокировать так первый вопрос мне вот интересно философски где здесь проходит различие между задачей про регуляторы и задачей просто оптимизационной минимизации какой-то функции в чем такая основная разница ну просто вот мы начинаем с конкретной задачей про регуляторов и оказывается что она является задачей минимизации но очень специфической понимаете вот то что тут функция не всюду определена а определена на множестве стабилизирующих регуляторов то что вот функция там на границе растет стремится к бесконечности она устроена не так как мы привыкли в большинстве гладких так сказать выпуклых задач оптимизации и поэтому вот мне интересно это сильно расширяет классы так сказать функций для минимизации и понимаете ну уже достаточно так сказать люди поработали над методами гладкой выпуклой минимизации тому же сделаны просто какие-то чудеса и в смысле методов и обоснований а в общем вот это пример того что совсем рядом возникают немножко другие задачи оптимизации почти ничего неизвестны а с точки зрения доказательства используемых техник разница значительная ну тут просто вот конкретно понимаете схема в общем тут в каком-то смысле более-менее стандартная мы доказываем гладкость функции доказываем вид градиента доказываем вот гладкость и или гладкость на линии на множество линии уровня доказываем вот это условие градиентного доминирования это все в общем вещи технические специфические для этой задачи но схема в каком-то смысле повторяют общую хотя общую но не выпуклую спасибо есть еще следующий вопрос от Артема Конькова Артем можете задать вопрос Борис Теодорович такой вопрос когда для поиска обратной связи по выходу если применять для поиска такого регулятора метод линейных матрищ неравенств то там существует такой трюк когда неизвестная матрица Липунова определенным образом представляется в виде двух взаимообратных матриц таким образом система матричных неравенств становится линейной то есть ее из невыпуклой превращает в выпуклую ну наверное вам этот метод конечно же известен так вот вопрос а в чем как на ваш взгляд преимущество вашего подхода к вот этому подходу с двумя взаимообратными матрицами в чем ну соответственно недостаточно там она никак выпуклой не превращается она превращается в набор выпуклых матричных неравенств с дополнительным условием что x на y равно единичной как такие задачи решать то есть ну и какие-то эмпирические способы там существуют но никаких доказательств их сходимости нету понимаете а здесь хоть мы доказываем что градиент стремится к нулю это естественно не все еще но здесь есть некое обоснование я просто вот многократно этим методом пользовался задач пока ну для определенных задач тоже с большими размерностями там распределенные системы пока просто не получалось ситуации когда вот бы система линейных матрических равенств не нашла ну не находилось бы решения но конечно вы правы в том что доказательств как бы общности тут нет нет там вообще просто нет никакого обоснования да эмпирические вот так там предлагаются обычно какие-то эвристические методы которые вполне работают но доказать ничего не удается насколько я знаю ну да в этом право что доказательств нет спасибо большое так еще следующий вопрос от Александра Лазарева Борис Теодорович Борис Теодорович Добрый день рад вас видеть Борис Теодорович у меня такой вопрос может не совсем относящийся к теме вот для задач смешанного программирования там когда часть переменных целочисленных даже болевые задач к оптимизации существуют ли выделенные полиномиально разрешимые подклассы здесь понимаете у меня есть предположение что вот все полиномиально разрешимые подклассы ограничены некоторыми такими системами полиномиальных ограничений так вот вот есть какие-то такие выделенные подклассы для смешанного программирования Александр Алексеевич ну совершенно ничего не знаю на эту тему это как бы действительно другая область там своя наука ну просто вот по какой-то аналогии достаточно далекий вот здесь удается выделить некие разумные классы невыпуклых задач для которых все-таки решение возможно вот это пример такой задачи где выпуклости нет просто а решение тем не менее вот там и метод можно обосновывать и так далее так что просто может быть и там существуют такие задачи их только нужно выделить и для них все обосновать я совершенно в этом ничего не понимаю я просто думал что их как-то можно формализовать вот это я вот этим направил вопрос что это не просто как-то случайные классы но так получилось спасибо большое доброго вам здоровья спасибо спасибо следующий вопрос от Михаила Михаил Хрусталев Михаил здрасте Борис Тадорович вопрос такой вот наш каждый обшаг градиент метода приходит решать несколько уравнений типа Депунова нельзя ли использовать метод проекции градиента и тогда как бы ну понимаете вот в каком-то смысле вот когда я говорил потом что у нас есть еще дополнительное ограничение на структуру этого К то там мы будем использовать метод проекции градиента чтобы не решать вот эти уравнения ну решать но в общем это не так страшно уравнение Легунова все таки это тоже итерация а тут она сама будет ползти идея это стоит изучить можно спасибо еще следующий вопрос разблокировал ЮВМ Юрий Владимирович Матерьевич добрый день Борис Сеодорович вы попросили обратную связь я хочу ваше внимание обратить на следующее обстоятельство на додвигающемся конгрессе и факт там будут рабочие семинары за день до конгресса в окшоп самый первый семинар посвящен настройке пид-регуляторов в обратной связи там человек 10 выступает очень известных специалистов например Ютака и Мамото я к чему это говорю вы обратили внимание что полезно заниматься пид-регуляторами в частности им надо заниматься с моей точки зрения надо заниматься регуляторами динамическими по выходу потому что вот вот этот самый лп-регулятор линейного подрачничного он обеднян у него очень слабый рабостный свойство об этом говорил в конце 70-х годах вот а вот к пид-регуляторам в частности очень большое внимание оно не не истязает на прошлом конгрессе и факт там в 17-м году я в этих самых стендовых докладах очень много докладов встречал по пид-регуляторам и разговаривал со специалистами все дело сводилось к тому а как их настраивать то есть настраивать все по-разному так вот напрашивается значит а как применить ваш подход например градиентная оптимизация вот для этой задачи тем более пид-регуляторы могут быть матричные там иметь матричные коэффициенты чем например бой сейчас активно занимается с помощью ЛМА так вот я просто вот в виде обратной связи обращаю ваше внимание все спасибо я вполне это понимаю и конечно значит вот просто вот эта задача ее удалось как-то довести до конца задача следующая вот в каком-то смысле задача ну например с пид-регуляторами когда просто мы рассматриваем коэффициенты этих регуляторов и мы хотим оптимизировать что-то но мы не просто что значит мы настраиваем мы хотим чтобы что-то было оптимальным ну например вот такая квадратичный критерий стандартный и там тоже в общем в принципе можно выписать градиенты записать градиентные методы и может быть что-то удастся и доказать но пока еще это не сделано хорошо что вы как бы имеете ввиду потому что это с точки зрения прикладное это очень важно мало то что привлекательно это само собой а важно потому что применяем на практике пид-регуляторы а настроить их не так-то просто можно не так-то просто в матлабе есть там одно средство но оно плохо работает как оказалось поэтому требуется вот это следующий шаг да хорошо спасибо спасибо есть ли еще вопросы да вопрос поступил будет ли видеозапись видеозапись будет ссылку мы выложим на страничку семинара на масснет вот в общем там там также я хотел сказать что там также будут покладываться анонсы будущих семинаров информация о прошедших семинарах материалы такие как слайды видеозапись вот поэтому следите пожалуйста за этой страничкой она будет обновляться вот у нас у нас было больше 100 человек пыталось подключиться к сожалению мы не ожидали что будет больше 100 в общем в следующий раз наверное мы сделаем другой аккаунт и будет возможность всем подключиться сейчас получилось к сожалению так что не все кто хотел смогли подключиться было больше 100 человек желающих принять участие не учли специфику аккаунта но запись будет доступна все желающие смогут посмотреть в следующий раз учтем уже что желающих много так ну я буквально еще совсем чуть-чуть скажу ведь на самом деле вот эта тема которая тематика связана с условиями Поля Колосеевича до недавнего времени их так это условие так называли Борис Тодорович вот еще одного нашел человека кто параллельно тоже вот что-то похожее предлагал где-то в районе 63-го года ну не важно давайте для простоты Поля Колосеевича будут называть это условие в 16-м году очень резко значит возрос интерес к этому условию и появился там цикл работ и вот надо сказать что до недавнего времени во всяком случае мои знания о том где это применяется они в общем-то ограничивались в основном решением систем нелинейных уравнений то есть действительно можно некоторые невыпуклые задачи решать ну так сказать со сложностью сопоставимые как вот выпуклые задачи причем решать именно находить настоящее решение в частности вот система нелинейных уравнений можно записать как задачу оптимизации квадрат нормы невязки и минимизировать и значит при условиях невырожденности ликобиана вот этих вот значит нелинейных функций получается что имеет место условия поля колосевича возможно с маленькой константой ну или условия градиентного доминирования но тем не менее можно запускать какой-нибудь градиентный спуск метод гаусса ньютона еще что-то и вот надо сказать что то что сейчас рассказывал Борис Тадорович ну не знаю в общем на мой взгляд это очень такой важный интересный результат он существенно как бы сказать пополняет вот тот набор те взгляды которые укрепились что значит можно делать ну вот с этим условием в общем это совершенно такой новый свежий пример достаточно интересный вот хотел бы на это обратить внимание вот и надо сказать что вот реанимация этого интереса произошла не так давно буквально за последние пять лет то есть вот еще скажем 10 лет назад насколько я знаю так такого большого спроса не было а вот последние пять лет бурно бурно это все развивается ну и вот еще маленький такой комментарий я не знаю если Александр Юрьевич Горнов здесь присутствует то во всяком случае вот то условие которое Борис Тадорович рассказывал Горнов называет это условие условием полика потому что был вариант такого метода сопряженных градиентов который Борис Тадорович предлагал в 60-е годы и часто в западной литературе он называется метод Полока-Рибьера а насколько я понимаю может быть вот я как раз сейчас пользуюсь возможностями присутствия Бориса Тадоровича пытаюсь это уточнить значит Горнов это называет метод Полока-Полика-Рибьера и там очень похожая идея то есть сопряженные градиенты наверное ну многие знают что это такое вот это такой трюк для квадратичных задач это действительно шаг метода Ньютона вдоль этого направления дает точный минимум а вот для не квадратичных задач получается что какой-то такой вот новый метод получается вот и значит вообще говоря насколько я знаю для сопряженных градиентов вот в таком виде ничего кроме сходимости просто сходимости или в лучшем случае сходимости как у градиентного метода не знают люди на данный момент то есть вот хоть это и быстро работает и здорово работает но по теории такие методы сходятся по теории еще раз подчеркну не быстрее чем просто градиентный метод вот и может быть кто-то что-то может сказать что-то современное здесь есть ну вот значит первый такой момент и второй момент что на самом деле вот то что Борис Тадорович рассказывал про адаптивный вариант вот этого метода с такой политикой выбора шага насколько я знаю для вот условия Поля Колосеевича вообще не видел чтобы это где-то было и в этой связи маленький вопрос а это вот теорема которая была доказана она для условия Поля Колосеевича или для условия значит как бы обычного гладкости и сильной выпуклости нет Саш к сожалению это для условия просто для сильного выпуклоя гладкой функции но все равно это здорово и вот не случайно большой интерес был у Константина Мищенко действительно и сам Константин тут работы писал и надо сказать что эта тема тоже в последние годы вот буквально за последние несколько лет большой интерес вызывает это вот в связи с learning rate задачах обучения как выбирать политику выбора вот этого шага градиентного типа процедурах это очень популярно очень много людей в этом направлении Бах например Фрэнсис работает у него несколько статей уже и да вот такую политику которую Борис Тайдорович рассказал я тоже нигде не видел но вообще из истории мы знаем что всякие правила типа Барзилай Барвейн еще что-то это как бы такое условие которому должна удовлетворять константа липшица градиента вот если мы посмотрим на то условие которое говорил Борис Тайдорович это квадратичная форма с гисяном в знаменателе а в числителе просто квадрат нормы градиента то есть это как бы обратная величина к тому как определяется константа липшица градиента это типа максимальное собственное значение гисяна вот только в данном случае это максимальное собственное значение рассчитывается не с упрямым по векторам, а просто на конкретном векторе на градиенте. То есть это, если угодно, такая попытка оценить константу липшица градиента. И таких процедур довольно много, и сейчас они чрезвычайно популярны. И что вот радует, что, ну, действительно, в одном докладе поднимаются темы, которые вот, ну, на пересечении большого, ну, больших направлений, по которым активно сейчас ведутся исследования, это вот такой стык, по-моему, вообще замечательно получилось, лучше не придумать. Извините, как бы не удержался, действительно, получилось здорово. Спасибо большое, Борис Тадорович. Может быть, какие-то комментарии еще будут? Ну, хорошо, да, уже, наверное. Вот. В следующий раз у нас будет Константин Вячеславович Воронцов. Он будет рассказывать про то, как формируются задачи оптимизации в машинном обучении и что у них общего. В том числе будет, как, он будет касаться таких тем, как ГАНы, сейчас это очень популярно, и многих других вещей, и будет пытаться объяснить, что общего у всех этих задачей с точки зрения оптимизации. Задачи оптимизации, которые возникают в машинном обучении. То есть, какие есть степени свободы, вот, чтобы крутить задачи и получать разные вот постановки задач. То есть, какие оптимизационные приемы порождают многообразие современных задач машинного обучения. Вот. Ну, так же, как и этот семинар будет, начало в 5.30. Вот. Спасибо всем за участие, и Борису Теодоровичу за отличный доклад. Я думаю, можно тогда, если нет больше вопросов, то можно завершить. В ближайшее время запись появится на YouTube, ссылка будет на страницу Масне. Маснеялись референциями.